Эта ночь для медиков Калужской областной клинической больницы выдалась трудной. В операционной после ДТП у деревни Бобынина везли шестерых раненых. Один не вышел из состояния клинической смерти и скончался по дороге в больницу. Чтобы спасти еще четверых самых тяжелых, врачи вызывали дополнительную бригаду хирургов. У всех сложные травмы головы, переломы и разрывы внутренних органов. Одного из доставленных в клиническую больницу спасти не удалось. После часовой операции он умер. В критическом состоянии сейчас еще один наш соотечественник. Сложный прогноз давать по состоянию пациента, находящегося в отделении реанимации с черепно-мозговой травмой. Получает интенсивную терапию. И прогноз здесь еще сложно сказать ввиду сочетанности повреждений. Пациент, который находится в отделении травматологии, он в перспективе может быть ему оказана оперативная помощь, фиксация отломков. Но в настоящее время состояние больного стабильное и в данный момент не требует оперативного лечения. Напомним, авария произошла накануне вечером. Сегодня утром появилась версия, что микроавтобус ехал все-таки из Гомеля в сторону Москвы. Исследователи сейчас выясняют, зачем в таком случае водителю было делать такой странный маневр. Микроавтобус с пассажирами заехал на вот эту заправку. А после ему нужно было развернуться и встать на свою сторону движения в направлении Беларуси. Как говорят следователи, здесь водитель и совершил роковую ошибку. Он нарушил правила, пересек двойную сплошную и попал под фуру. С учетом того, что разрешенная скорость на этом участке дороги 90 км в час, а вес грузовика Скания почти 4 тонны, сила удара можно себе представить. Обе машины после столкновения вылетели в кювет. Микроавтобус был так деформирован, что двоих пострадавших доставали при помощи спецсредств. На месте аварии работали около 30 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. За рулем микроавтобуса был 25-летний гомельчанин. Он предварительно и является виновником аварии. О том, что машина с гомельскими номерами разворачивалась в сторону Беларуси, рассказал и водитель большегруза. Я ехал в сторону Калуги, в своей полосе. Вот эта вот маршрутка съехала на обочину и начала без остановки разворачиваться прямо передо мной. Все, я успел нажать только на тормоза. Сейчас следователи ведут опрос выживших участников ДТП и свидетелей. Авария с гибелью беларусов – главная тема для обсуждения и на самой заправке, и у расположенного рядом придорожного кафе. Его хозяин говорит, здесь столкновения происходят часто. Если беларусский микроавтобус хотел разворот, это там нельзя. Там знак стоит, 2,5 километра, перекресток, разворот там. Но многие будто торопятся, разворачивают. Уже известно, что микроавтобус принадлежал отцу погибшего водителя. Следователи выясняют, с какой целью машина вышла на дорогу и как туда попали пассажиры. Если это будет установлено, что это перевозка для собственных нужд, то это одни последствия. Если это будет установлено, что это перевозка в каком-то сообщении, в регулярном или нерегулярном, то, соответственно, будут применяться меры законодательства и ответственности. Транспортное средство зарегистрировано в Гомельской области. Оно принадлежит физическому лицу. Данное физическое лицо по базе данных транспортной инспекции не является лицензиатом. Тела всех погибших сейчас находятся в морге бюро судебно-медицинской экспертизы Калуги. За оказанием медицинской помощи пострадавшим белорусам и ходом расследования следят наши дипломаты в Москве. Большой долей вероятности, это наши гастарбайтеры, машины из Гомеля, маршрутка, которая приезжает, их забирает и отводит. То есть отвезла на работу одну смену, другую смену привезла. Родственники погибших уже приступили к процедуре опознания. Сделали это пока только родители водителя микроавтобуса. Опознание других погибших намечено на субботу и понедельник. Сейчас решается вопрос о транспортировке тел на родину. Процедуру осложняет тот факт, что никто из пассажиров не имел страховки. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. К выяснению обстоятельств ДТП подключилась российская прокуратура. Следователи устанавливают связь с белорусскими коллегами, будут выяснять, кто был ответственен за безопасность пассажиров и кто отвечал за проведение работ по обслуживанию и микроавтобуса, и грузовика. Изучается также и техническое состояние обеих машин. Светлана Корульская, Светлана Чевдарь, Валерия Балобина, Ксения Каневцева, Илона Хальвита, Анна Мороз. Наши новости. Калужская область.